Десногорск Субтитры сделал DimaTorzok Десногорск А сейчас мы увидим «Смертельный номер» Десногорск И оператор снова нас переносит на татами Десногорск Десногорск А мы перейдемся на стадион на беговую дорожку Здесь принимают участие команды, судя по всему, из разных организаций. Итак. Насталь. Внимание. Подождите. Паша, домой? О, что за бешеная мамаша уволокла студента домой. Итак. Насталь. Внимание. Марш! Это спектр, похож на конец. Это ракание и бега. Стучайте мне эквадор. О, хорошо, что топор в спину не вернут, видавайте. И давайте перенеснемся в ГЦД, где команда участников ИЦМ представляет финальную песню. ПЕСНЯ 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 Добрый вечер. В эфире Олимпийский вестник Десногорска на канале Десна ТВ. ПЕСНЯ После того, как у организаторов игр в Бразилии возникли проблемы с проведением Олимпиады, многие города предложили свои кандидатуры. И среди них Лондон, Париж, Рим, Москва, Десногорск. Решил не заморачиваться и провести Олимпиаду среди звезд. Многие артисты сразу же включились в тренировочный процесс. И прямо сейчас у нас репортаж из «Аврага за шестнадцатым домом», где группа «Иванушки Интернешнл» готовится к соревнованиям по боб-слею. ПЕСНЯ 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 Рыжий, приготовься, сейчас тормозить будем! ПЕСНЯ 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 Всё, ухожу я от вас в гимнастику. Через коня прыгать буду. А ты сможешь. Ну, через двух козлов смог. Анти-топинговый комитет отстранил от участия Сергея Шнурова. Давайте же посмотрим, как проходят медкомиссию другие участники соревнований. Анна Семенович на приеме у маммолога. Андрей Николаевич, проснитесь, там к вам бабушки на приемы пришли. А те, кто уже прошел медкомиссию, отправились готовиться к соревнованиям на спортивный бак. Ильза Максим отправилась на базу в Городецкое. И это ее первый визит в деревню. Ах, если б я здесь жила, мне было б очень хреново. С утра кормила в сынью, картошку чистила быстро. И здесь имела сынью, был обжимой трактористом. И хорошо, что он любит партнер, как я, то в соляке и бензине, шетотуюсь моя. Расширами по самоке метровой, на посадке, в деревне, в целом, в целом, в целом, в целом. И я не изгиба, за печалью, я лучше спою, что в канаве за три минуты кровь. И маю я продолжаю поддаряться, где что-то хорошо. В деревню больше не поеду, и поеду, и все. К олимпиаде городские власти обещают восстановить тропу здоровья, отремонтировать бассейн во дворце молодежи и другие спортивные объекты. В полном ходу идут репетиции церемонии открытия. И у нас репортаж с эстакеты олимпийского огня в шестом микрорайоне. СКП, помните, дай прикурю. Ты что? Это же олимпийский огонь! Не осталась в стране и наша команда. Наш Жень готовится к марафонскому забегу. Марина Андреевна, ну не хочу я бежать в этот марафон. На семнадцатый марафон за неделю. И вообще, не хочу я на олимпиаду. Я похудел совсем. Надо, Женя, надо! На старт! Внимание! Марк! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Женечка, Женечка, вставай. Там врачи, как всегда, что-то напутали. Тебе вообще бегать нельзя. Тем более марафон. Побежали домой, я тебя покормлю. Аплодисменты Несмотря на все трудности подготовки, Олимпиада прошла на ура. А Сергей Шнуров всеми правдами и неправдами все-таки спел финальную песню на церемонии закрытия. Иди отсюда! За тебя бороду сбрить пришлось. АПЛОДИСМЕНТЫ В год и кончилась игра, У мамы-богу дрался, И расставаться на полях, Чтобы вновь встречаться. Молодежь моя весна, Пролетела птицы, За пролетом, АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добрый, добрый, добрый вечер! С вами, как обычно, ваша незаменимая, неповторимая, чуточку невыносимая ведущая Наталья Залей-Топинг. И спонсор нашей программы «Уникальное универсальное средство». Латыш. И тема нашей сегодняшней программы «Олимпийские игры на Дисне». И по такому замечательному случаю к нам в студию пришел знаменитый спортсмен, экстремал и просто хороший человек Вик Вайлл. Поприветствуем его! Вик, хеллоу! Вик, вы в кадре? Хеллоу! Хеллоу! Хау дуэ дуэ дуэ? Большое спасибо. Вик, вот расскажите, вы очень часто бываете в нашем городе, в нашем замечательном Десногорске. Какие экстремальные виды спорта вы могли бы отметить? Вик, то есть как нет? Вы в прямом эфире. Что вам тогда понравилось? Кикбоксинг. Оу, кикбоксинг! Оу, не тот кикбоксинг, а из муарцепани, пилятин, дринкинг, боксинг, 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 боксинг! Очень плохо болит в Десногорске после выходных. Вик, хорошо, мы в прямом эфире вообще-то. Вик, вот расскажите, а зимние виды спорта? Да, подъездим. Итс, Ленка, Каза, райтинг, дзинь-дзинь, бек, эль, эврибоди, ха-ха-ха. О, есть еще лифт, писем, автобус, букинг. Вообще красиво. Вик, во в своем уме подъездим, лифт, писем, автобус, букинг. Что в этом экстремального? Вообще-то застукать могут. Наши предактор подсказывают мне, что готовы прямое включение с биатлонной трассы. Итак, мы находимся на огневом РВЖ. Наш спортсмен начинает стрельбу. Первый попал, второй попал, третий попал, четвертый попал, пятый. Кажется, мимо. А нет, показалось. Ну, шеф-редактор, слава богу, нас вернул в нашу студию. И вообще, мне говорят, что наши программы, в принципе, это никто не смотрит. Но у нас новый гость. Все по теме Олимпийские игры на Дисне. Девушка, которая взялась нарисовать эмблему наших Олимпийских игр. Выпускница Десногорского энергетического колледжа. Штукатур-маляр с красным дипломом. Ольга Вода и Мульсия. Поприветствую Молечку. Оля, садитесь, большое спасибо. Оля, вот расскажите, пожалуйста, мне и нашим зрителям, как обстоят дела. Ну, в общем, с эмблемой у меня не очень хорошо. Да и, в принципе, с изображениями вида спорта как-то не особо. В общем, сейчас все расскажу и покажу. А вот мне будут мои друзья. Все олимпиады я смотрела, не пойму. Кто-то думал, себя так виду спорта рисовать. Может, мне коньяк нет, это же одной. Но я попытаюсь их поближе показать. Это кто-то в голову воткнул спицу. А на турнике всегда нормально спиться. Это кто-то со строки укатил бочку. А это кто-то стырил задний мост. Вот тебя начальник на ковер вызвал. Ты все понял, и этот ковер выбил. Вот, может, неправильно берет в антус. Вот как в антус правильно держать. Зачем днем боксера запретим? Драку. Это кто-то ловит тихую собаку. А это непонятно. Наверное, упало. Перевернем. И понятно, сразу стриптизерша в баре. Что за одноноги футболист? Странно. А что здесь делает Каренина Анна? Это футболиста, брат, близнец, старший. А это братцы, вольная борьба. Вот мужика куда-то едут в тапке. Вот мужик чешет спину тяпкой. Чтоб копать картошку не было скучно. Взял лопату и магнитофон. Ну, а это Карлсон в зимнюю стыжу. Так старается, что мотор наружу. Ну, а тут понятно, тут успех с дыней. А это станционщик опоздум. Большое спасибо, Олечка. Большое спасибо. Надеюсь, мы с вами больше никогда в жизни не увидимся. А шеприт актер Толдоник не в ухожебитый час, что еще готово одно прямое включение с биатлонной трассы. Смотрим. Итак, финишная прямая. Но норвежский биатлонист, набирая скорость, обходит нашего спортсмена. Кажется, мы проиграли этот старт. А нет, опять показалось. Нашу программу, в принципе, никто не спонсирует. Но еще один спонсор нашей программы — допинг бобрей. С бобром на лыжах быстрей. Ну, а шеф-рит актер Толдоник не в ухо, что уже нашу программу давным-давно пора закрыть. Но, а на днях в Десногорске закрыли клуб «Самсон». И мы, конечно же, не могли обойти эту тему стороной. И у нас в гостях один из атлетов этого замечательного клуба — Арнольд Лиственница! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, Арнольд, садитесь вот сюда, пожалуйста. Нет, спасибо. Все должны насладиться моим прекрасным телом. Да нет, просто поезд штаны раздается. Да мне вообще, в принципе, пофигу. Арнольд, ну давайте сразу ближе к делу. Вот, наверное, было грустно. Закрыли ваш любимый клуб. Поначалу было грустно. Но потом я понял, что могу себя найти на другом поприще. Например, у вас в КВН. Да что вы говорите? И что же вас, такого идеального мужчину, с не очень идеальной и тугой головой, привлекло к нам в КВН? У вас есть стол. Наталья, помогите. Лёва, я тебе потом перезвоню, я насчет зала договариваюсь. Давай. Арнольд, смотря на ваш идеальный ум, я понимала, что вам трудно будет в КВН. Тут вообще-то шутки придумывать надо. Какая тема? Олимпийские игры на Дисне. Сейчас, две секунды. Жгите, Арнольд, жгите. Слушай, шутка. Как-то американец, кореец и хохол поехали на Олимпиаду. Американец и кореец привезли фейминали, а у хохла спина заболела. Ну прям второй метросё. Ну ладно, Арнольд, вы знаете, так как в этом году команда колледжа играет на фестивале «Молодежная весна» последний раз, вот помогите нам, пожалуйста, финальную песню «Последний раз». Так, ребята, давайте. Счастье помешаем. И чё? А мы слова забыли-то. Ё-моё, всё приходится в этой жизни делать собой. Мы когда-то, кто-то, нам пришло дышать. Шумили в зал и нам легко играть. Ту-ля, ты стол, при стене, пари, спись. И ты, ты, спорт, давай развеселись. А что нам надо, да брось-то свет на лицах? А что нам снится, что началась игра? Куда идём мы? Туда, где-то, где-то, в море. Вот только, братцы, добраться до дождя. Куда идём мы? Туда, где-то, в море. Вот только, братцы, добраться до дождя. И снова здравствуйте, уважаемые любители спорта. Тема домашнего задания – Олимпийские игры на весне. И мы начинаем прямые репортажи с этих самых игр. Овечкин, Малкин, вы что тут делаете? Мы тут клюшками балуемся. А у нас тут третий период. Как ни странно, в этом же зале занимаются штангистки. Олимпийские игры на весне. В каждом перечном шоу, особенно в Олимпийских играх на весне, должна быть социальная реклама. После тюрьмы очень сложно найти нормальную работу. Возьмите флайер, пожалуйста. Иван флайер, возьмите флайер, пожалуйста. Возьмите, пожалуйста, флайер. Нет, спасибо. Чего? Чего ты флайер ждал назад? Не помать тебя тебе! Возвращаемся к прямому репортажу. Где-то на бобслейной трассе. Овечкин, Малкин! А че вы делаете в ванночке? Умбик, умбик. А у нас там овертай. И снова немного социалочки. Где-то в Олимпийском Десногорске. Десногорские пожарные. Помогут тоже тогда, когда кончилась вода. Лучшие из жизни российского спортсмена. Дорогая, ну прости. Но я же все купил. Колбасу, сыр, чай. Ну прости. А лосьон для бритья. Именно такие кошмары снятся Олимпийским чемпионом после Евровидения 2014. В связи с тем, что Десногорск неожиданно стал столицей Олимпиады, в МСЧ-135 появился пластический хирург. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы пластический хирург? Ну да. А скажите, пожалуйста, вы можете мне сделать лицо попроще? А то многие просят. Наша команда выяснила причину, почему не открылось Пятое кольцо на Олимпиаде в Сочи. Третье кольцо пошло. Четвертое кольцо пошло. Пятое кольцо пошло. Пятое кольцо пошло. Пятое кольцо пошло. Ну, Овечкин, ну, Малкин, ну с чего вы там делаете? Я хочу. Во время Олимпиады некоторые продолжают жить своей жизнью. Где-то в обычной жизни свидетели Игова случайно попал в квартиру представителю компании Эйва. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы верите в Бог? Конечно, ведь это же он просто мне послал. Вы знаете, в новом кастологии Эйва есть новая тушь, понимаете? Новая тушь для вашей девушки. Если она красит тушь для волшат, у нее с ресницами и с бронями, что соединится к нам, значит, она... Придет в окна не светом. Да, не болит, как Нилечка. Олимпийскими чемпионами не рождаются. Итак, смотрим. Парень после первой тренировки в тренажерном зале. Смотрите, какой качок. Замец. Мачо. Родвиновый хулиган. Какие у него панки. Какой пресс. Ахиллес. Кто пойдет знакомиться? Ты. Нет, ты. Замутим. А теперь посмотрим, как все было на самом деле. Смотрите, какой пыльный парень. Бедняжка. Трыщ. Кажется, сустава защемила. Похоже на артрит. Может, судорога? Надо восстановить правообращение. Ты. Нет, ты. Нет, ты. Живи. И, конечно же, на каждой Олимпиаде есть звезда. Встречайте главных из рук страны Дмитрий Нагиев. Здравствуйте, я Дмитрий Нагиев. Я главный из рук этой страны. И поэтому я могу с легкостью разобраться, почему на Олимпиаде некоторым хоккеистам стали несовместимые и непонятные вещи, такие как ворота и шайба. Поэтому мы встречаем в студии Александр Овечкин. Здравствуйте, Александр. Скажите, почему вы не смогли попасть в пустые ворота? Я не смог попасть в пустые ворота, потому что мне дал плохой пас Малкин. Малкин? Встречаем, Евгений Малкин. Кто дал плохой пас? Я дал плохой пас. Ты мне дал плохой пас? Я нормальный пас дал тебе. Правда, ты слепой. Кто слепой? Ты слепой. Я тебя сейчас ударю, а? А, где ты, а? Ударишь, кто слепой, а? Ну, дура. Где ты, дура? Сам дура? Сам дура. Ладно. Эксперты какие-нибудь будут? Смотри, этот посимпатичней. Значит, ты дурак. Спасибо, эксперты. До свидания. Я же говорил, ты виноват. Не, а че он виноват? Посыта, но нормальнее было давать-то. Ну, а че я? Ну, это тренер дал такую мне установку. Вот он виноват. Кто? Я дал тебе плохую установку? Да я вообще все время молчал. Я вообще всегда молчу. Я старый, не мой, татарин. Это вообще учительница виновата. Она мне в школе по-русски плохо задавала. Как же так, зенитуляшечка? Я же тебе самого Пушкина учить задавала. Да, меня часто в то время задавали. Но вы меня к такому хоккею не приписываете. Мне такой хоккей не нужен. Вы еще фашизм вспомните. Тебе-то что фашизм плохого сделал? Так, перестаньте ссориться. Идите все сюда. Геймплер, Александр, Сергей, Шучилка. Идите все сюда, сейчас я вам объясню. Итак, представьте. Ария, извините, это мне одному чурица, а? Ворота. Полтора на полтора. Шайбу в спитачок. Малкин дает пас овечке, но я так промазываю в пустые ворота. Как такое может быть? Шайба в спитаке не попадает в пустые ворота? И эти люди обвиняют меня в фашизме. Сталина на вас нет. Да ну вас, Александр Сергеевич, пойдемте. Пойдемте, Гитлер. Пойдемте, например, тренер. Пойдем, Малкин. Пойдем, Ариш. Я к Гитлеру никуда не пойду. Да потому что не гоже российскому человеку за всякими козлами бегать. Ну а то, что мы Олимпиаду поиграли, так это ж не беда. Зато ж чемпионат мира выиграли. Ну, русским, только русским дано. Вот на косячах исправиться, зато как исправиться. Да и вообще в России вся сила в единстве. Вот спорим, ребят, сейчас на финальную песню весь зал встанет. Да это бесспорно. Россия, священная наша, Россия, власть наша, Россия, власть наша, Субтитры подогнал «Симон»